Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов, теплица социальных технологий и Change.org. Резюмируя предыдущее видео, для продвижения петиции вы можете обратиться к селебрити и экспертам, а также создавать привлекательный визуальный контент, видео, фото, демотиваторы, которыми ваше сообщество захочет поделиться в соцсетях или попросить их об этом. Что еще? Кстати, у нас сегодня опять Лена на проводе. Да, Вова, привет! Попытаться добиться внимания СМИ и журналистов, безусловно, остается действенным способом. Очень часто именно внимание СМИ поднимает проблему на уровень общественной дискуссии и помогает достичь успеха в решении вопроса. Это также хороший способ повлиять на адресатов, которые, как правило, чувствительны к общественному мнению. И здесь тоже очень важно не ждать, пока журналисты обратят внимание на вашу петицию и захотят рассказать про нее. Можно попробовать самим заинтересовать их вашей историей. Вот несколько советов, как это сделать. Поищите, кто из журналистов освещает тему вашей петиции и в первую очередь изучите СМИ вашего города. Здесь у вас больше шансов на успех, чем если сразу обращаться на федеральные каналы. Когда вы нашли журналистов, сперва отправьте им короткий имейл, представьтесь и расскажите про свою петицию. Будьте готовы к тому, что вам, возможно, придется отправить письмо 10-20 журналистам ради одной лишь статьи. Если вы не получили ответа в течение суток, попробуйте связаться с журналистом или новостным агентством по телефону или через соцсети. И помните, что есть вероятность, что журналисты, не связывая с вами лично, выпустят материал, основанный на вашей истории. Следите за новостями и держите руку на пульсе. Так понятно, под лежачий камень вода не течет. Надо искать журналистов самим. А есть какие-то практические советы по тому, как общаться с журналистами. Что следует делать или, наоборот, не делать, обращаясь к ним за информационной поддержкой. Хороший вопрос. Ведь ваша цель здесь сделать так, чтобы среди множества историй журналисты хотели бы рассказать именно о вашей. Задача непростая и надо подойти к этому процессу творчески. Вот несколько советов о том, как написать такое письмо, чтобы оно заинтриговало. Во-первых, нужно четко рассказать, в чем заключается ваша проблема и почему она актуальна для вас и, возможно, еще какого-то количества людей. Чем больше людей напрямую затронуты проблемой и ее решением, тем больше внимания к ней будет у СМИ. Если эта проблема уже обсуждается в прессе, про это тоже стоит написать. Важно донести до журналиста, почему ваша инициатива имеет значение именно сейчас. Стоит также рассказать, насколько быстро ваша петиция набирает обороты. Например, за три дня с момента создания под инициативой подписались более 1200 человек. Это подчеркнет актуальность вопроса. Обязательно подкрепите вашу историю фактами. Если у вас есть какие-то документы, подтверждающие ваши слова, их стоит предложить к письму. Также важно объяснить, какое значение имеет ваша петиция для вашего района, города или региона. Это поможет привлечь внимание местных журналистов. Добавьте все, что может сделать вашу историю более интересной. Например, если вашу петицию уже поддерживает какая-то знаменитость, об этом стоит рассказать в письме. Прикрепите любой визуальный и аудиоматериал, который как-то связан с вашей компанией. Но старайтесь не перегружать почтовый ящик журналистов файлами огромных размеров. Используйте облачное хранилище для пересылки крупных файлов. Хорошо, представим, что журналист заинтересовался вашей историей и хочет задать пару вопросов. Мне лично кажется, что это может быть для многих довольно стрессовым моментом. Возможно, есть какие-то общепрактические советы по тому, как давать интервью и как к нему готовиться. Да, точно. Это может быть непросто, если у вас еще не было подобного опыта. Тут самое важное помнить, что освещение в СМИ поможет вам решить вопрос и быть собой. Вот еще пару советов. Определите заранее три ключевых пункта, которые вы бы хотели обозначить. И попрактикуйтесь давать ответы на вопросы заранее. Тогда вам точно будет проще при реальном разговоре. Но также помните, что вы не обязаны отвечать на все вопросы, если вам некомфортно. И, конечно, не забудьте упомянуть вашу петицию, число собранных подписей и где ее можно подписать. Эта информация не только добавит убедительности, но и поможет людям легко найти вашу петицию и поддержать ее. После интервью пошлите журналисту короткое сообщение с благодарностью. Используйте эту возможность, чтобы рассказать ему о развитии вашей истории. Есть вероятность того, что журналист вернется к вашей истории в будущем. Ну да, и тут уже несложно догадаться, что если с вами вышло интервью, надо сразу рассказать об этом подписантам петиции, вашему сообществу и попросить их расшарить материал в соцсетях. На этом все, наверное, со СМИ или что-то еще можно сделать. Также отправьте информацию о вашем интервью вашему адресату. Увидев, что вы рассказали историю прессе, он, возможно, отреагирует и договорится о встрече с вами.